На календаре 6 декабря и многие уже начинают считать оставшиеся до Нового года дни. В преддверии новогодних праздников торговые центры, магазины, развлекательные комплексы, открытые площадки, одним словом, все места массового скопления людей становятся зоной особого внимания. Важно, чтобы все эти объекты были безопасны для отдыхающих, чтобы не повторились трагические события, потрясшие когда-то всю страну. Сотрудники МЧС России до Нового года проверяют все места, где будут проходить новогодние и рождественские мероприятия. Всего по республике надо проверить 873 объекта, на сегодня проинспектировано больше половины. Вместе с пожарным надзором сегодня в рейд отправилась и моя коллега Данифа Тагирова. Сегодня сотрудники МЧС навестили Чебоксарский дворец детского и юношеского творчества. В первую очередь пожарный надзор интересует срок годности огнетушителей, безопасность электропроводки, состояние сигнализации и справность пожарного водопровода. По всем показателям к дворцу претензий не было. В целом по проверкам данного учреждения мы каких-либо нарушений не выявили. Можем сегодня сказать, что данное учреждение готово к приему. Правда, пока не установят главный атрибут Нового года, полное разрешение получить нельзя. Чтобы лесная красавица порадовала детей в новогодний праздник, нужно соблюсти еще ряд пунктов. Есть требования к установке елки, то есть она должна надежно крепиться, то есть чтобы исключить ее падение, опрокидывание. И она не должна по высоте касаться потолка. Не менее чем одного метра должно быть расстояние стен и потолка. Значит, гирлянды должны быть только заводского изготовления. Мощностью не более 25 ватт. Во всех помещениях, где у нас проводятся такие мероприятия, запрещается использовать какие-либо пиротехнические устройства, бенгальские свечи. До 20 декабря сотрудникам пожарного надзора надо проверить еще половину всех учреждений. Дни Фатагерова, Евгений Анисимов, Республика.